Дьявол, дорогие друзья, в отличие от нас с вами, горе православных, которые только по крещению себя относим к верующим, трудятся без пищи, без сна и, самое главное, совсем безвозмездно, зная, что ему уготована вечная погибель, чтобы погубить наши души. И это очень легко проверить, зайдя на любой развлекательный канал или даже на православные каналы, где наряду с проповедями священников трансляции богослужений тут же можно послушать в храмах с высокими потолками песнопения, стоящих спиной к алтарю певчих или квартет известных исполнительных, вводящих вас в транс от их душесчипательного умилительного пения. Вот это дьявол делает с одной целью – прельстить, удивить, повести в мир грез, мечтаний и, главнее всего, уклонить от молитвы, без которой нет никакой связи с Богом. Вот и сейчас верующие присылают ролики, где дронами в вечернее время производят яркую подсветку с изображением храмов самой Богородицы, что заставляет паломников, посещающих известные святые места, приводить восторг с охами и ахами. Это как раз убийцы душ человеческих и надо. Ведь мы знаем, что когда придет Антихрист, он будет такие чудеса в небе производить, что многие даже верные прельстятся. Вот как мы читаем в Откровении Иоанна Богослова в 13 главе, в 8 и 13 стихе «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира, и творит великие знамени, так что огонь не зводит с неба на землю перед людьми». Потом еще тоже немаловажная деталь, чтобы разобщить, расслоить, расколоть общество, дьявол будет вселять мысли с осуждением решений действий властей высшего священноначалия. И люди думают по своим меркам и гуляющим в интернете сплетням и роликам будут верить им, если не пытаются жить по Евангелию, бороться со страстями, учиться молиться, самое главное, как советовал нам святитель Игнатий Бринчанинов, читать святых отцов и знакомиться с основами духовной жизни православия. Так что, друзья, будем сами на вахте бдения о своем спасении стоять, пребывая в трезвении, помни слова апостола Петра в первом его послании, 5 глава, 8 стих. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!